Добрый день, уважаемые подписчики, читатели блога. Сегодня поговорим о точности и о том, как ее тренировать. Чаще всего мы что видим, когда тренируют точность? Точность тренируют с помощью мишеней. Раскладывают мишени и типа тренируют точность. На самом деле, раскладывая мишени, вы совершаете большие ошибки. И ваши тренеры совершают большую ошибку. Потому что ученик начинает смотреть на мишень, а не на мяч. И не анализирует свои действия, а анализирует только попадание. Попал – молодец, не попал – не молодец. Как тренировать точность? Множество видео вы можете найти, каких только видео не существует. Но по точности практически нету видео, которое бы объясняло, как послать в ту или иную точку мяч. Сегодня я вам расскажу на примере, опять-таки, эффекта Дженебекова. Отталкиваясь от эффекта Дженебекова, да, как можно тренировать понятно для, в общем, для такого, ну, не для всех, наверное, да, будет понятно. Но я думаю, многим будет понятно, как можно тренировать точность на, в общем, достаточно простом приспособлении, да. Вот вы его видите у меня сейчас, это такая резинка, да, шляпная она называется, вот, круглая обычная. Вот, ее можно в галантерее купить. Вот, она составляет вот такой контур, да, почему такой контур, чуть-чуть позже объясню, да. Самое важное, что нужно понять, да, когда мы выполняем удар, да, и мы, где у нас окажется мяч? То есть, если в момент, когда у меня рука направлена, вот, сейчас она направлена у меня вдоль центральной линии, да, и мы видим, что конец оранжевой ниточки находится вот здесь, да. Вот теперь смотрите, да, то, что я делаю, да, я делаю удар и направляю, да, вот туда мяч. Надеюсь, это видно. Вот туда у меня попадает мяч, да. То есть, чуть-чуть стоит мне поменять направление, например, туда, да, и у меня мяч полетит уже, да, туда. То есть, если мое положение, да, поворота, да, вот у меня сейчас происходит эффект Дженебекова, да, кто-то, кто первый раз открыл видео, посмотрите видео про эффект Дженебекова, да, то есть происходит поворот, да, и в зеркале хорошо видно, как летит мяч, да, опять-таки, если вы будете смотреть на зеркало ракетки, да, а не на... Вот туда послал мяч, да, вот по линии послал, точно, точно по линии послал мяч, да. Можно, допустим, немножко повернуть камеру так, да, и увидеть, что если я направляю движение отсюда в этот угол, да, я опять-таки направляю, да, мячик у меня приземляется там, где оранжевая ниточка моя заканчивает путь, да. То есть визуально я вижу ее, да, а что, в общем, какие подсказки должен сделать тренер, чтобы игрок точно направлял мяч, да. Обычно я говорю таким образом, да, то есть когда вы сделаете удар, да, на вот этом месте, да, вы должны видеть сетку ракетки перед глазами, да, вот. И тренер должен находиться, да, то есть если удар на тренера, соответственно, да, то тренер должен находиться у вас, да, за решеткой, как я говорю, да, то есть перед глазами должна быть вот такая маска, да, как бы на лице игрока вы увидите, да, решетку. И вот в этот момент, да, понятно, куда летит мяч, да, то есть мяч летит точно, точно, точно вот сюда, да. То есть по оранжевой ниточке от локтя, да, он летит вот туда, да. Теперь почему такая конструкция, вроде бы странная довольно конструкция, да, она завязана на локте, да, и через диагональную, диагональ, да, направляет мяч. Если мы посмотрим удар дальше, а мы же должны, собственно говоря, не закончить удар здесь, да, то есть мы здесь задали, это только наше первое направление мяча, да, а дальше, да, дальше что происходит, да, дальше я начинаю делать действие вот так, да, то есть я вижу, что моя ниточка продолжает двигаться, да, и направляю уже туда локоть, да, вот он пошел локоть, да, вот. Левый локоть, если вы обратите внимание, да, у меня развернулся вот в это положение, да, то есть он развернулся параллельно, да, хавкорту, да, то есть вот в такое положение, да, или там заднему фону, можно сказать, да, если я, например, бью, опять-таки поменяем немножко по центру, да, чтобы было видно, да, то есть если я бью по центру, направляю движение сюда и повернул локоть сюда, да, то есть мой локоть начинает направляться сюда, да, в данном случае у меня предплечье левой руки, да, находится за спиной в этом положении, да, для того, чтобы мне ударить движение обратным кроссом, кроссом, да, обычно, я должен развернуться уже вот в это положение, то есть поменять положение левой руки, да, и поменять положение руки правой, да, то есть опять-таки у меня вот эти ниточки начинают показывать направление удара, да, давайте еще раз попробуем показать это, да, раз, и вот моя ниточка, да, вот эта теперь центральная ниточка показывает, куда полетел мяч, да, то есть таким способом вы можете регулировать точность, да, то есть у вас будет обратная связь, что на самом деле регулирует удар, да, но если быть уже окончательно точным, да, то в принципе у вас должно быть вот линия предплечья, да, то есть она когда приходит сюда к нам, да, она должна показывать направление удара, да, то есть я ударил, да, показал предплечье, показала, куда полетел мяч, вот, то же самое, да, пробуем обратный кросс, да, показать, вот я показал, да, предплечье, куда лететь мячу, да, вот, то есть таким образом мы можем с вами регулировать спокойно, да, направление ударов, да, вот наше, да, опять-таки положение локтей, да, и ниточек, да, таким образом направлено, да, что оно дает нам очень четкие, да, обратные связи по направлению тому, что мы делаем, да, ну давайте еще отсюда покажу, раз, вот мы сделали движение, да, направление пошло туда, не знаю, насколько это будет понятно на видео, но во всяком случае, да, я попробую из разных ситуаций это продемонстрирую, да, да, то есть вот хорошо, это ниточка, положение груди, да, и потом окончательное положение предплечья, да, в центр, вот я положил сюда движение, да, вот у меня нитка направлена точно в центр, да, ну вот таким образом, собственно говоря, вы можете регулировать, да, сейчас еще сделаем паузу, вот мы сделали паузу, да, для того, чтобы я прицепил устройство на карвинговую ракетку, да, собственно говоря, я всем рекомендую приобрести карвинговую ракетку по простой причине, да, это отличный тренажер для того, чтобы понимать лучше эффект Дженебекова и вообще говоря, теннис. Что в этой ракетке примечательно, да, примечательно в нем то, что не нужно выстраивать диагональ, да, то есть в этой ракетке, да, мячик летит как раз вдоль центральной оси, да, то есть если мы начинаем выполнять удар, да, и поворачивать, да, мяч, то у меня мяч летит как раз вдоль этой оси ракетки, да, и точность, соответственно, да, в данном случае, да, она у меня увеличивается, да, потому что я точно знаю, где у меня идет поворот этой оси, да, я повернулась по центру, мяч попал по центру, да, повернул мяч туда, он у меня повернулся, да, кроссом в ту сторону, повернул обратным кроссом, да, сюда, вот он у меня в аут улетел, да, вот я повернул его точно в корт, он полетел точно в корт. То есть вращение, вращение, которое придает, да, движение карвинговой ракетки гораздо лучше, да, характеризует удар, да, то же самое на самом деле происходит и с ударом слева, да, в карвинговой ракетке, то есть мы начинаем делать удар, да, и опять-таки наш удар идет ровно-ровно по, да, центру ракетки, да, вот, а для того, чтобы делать на обычной ракетке, вам придется эту ниточку, да, привязывать по диагонали, вот, здесь она идет через центр, собственно говоря, обода. Вот, с этой точки зрения карвинговые ракетки, еще раз повторюсь, очень хороший тренажер, да, для понимания вообще, собственно говоря, профессионального тенниса. Ну, на этом, наверное, все, да, желаю удачи и всего доброго.